Иоанна Крисиния. Это подпеки практике Собомы. День рождения простых сверху церковь вообще никогда не отмечала. Чем это вызвано, мы можем только догадываться. Все это в глубокой древности. Сотрождество Богородицы. Вообще ни на чем не основано, кроме преданий, которые пришли через столетия, спустя после его рождения. Но для обоснования празднования дня рождения Анна Крисителя, мы сегодня слышали, как много сказано в Евангелии. Ни о ком больше столько не сказано. Но однако правило, что день смерти лучше дня рождения остается в силе. И мы должны в этом усмотреть. Что церковь хочет нам сказать через этот день? Какие евангельские чтения? Евангелие от руки. И вот пишет Луга и говорит, что по тщательному исследованию всего. Я нашел лужу написать. Я отношу это к себе. По тщательному исследованию дня рождения Анна Крисителя, я вижу в этой личности тайны, которые не раскрыты по сегодняшний день. Вот молитва, которая считается. Иоанн Креститель, притечащий Господень, перечисляется непрерывно одно и то же его наименование, как он генеральный секретарь и все остальные слова. И моли Бога о нас. Явно составляли монахи, глубоко находящиеся в пустыне. В коме безболвия. Ведь каждый человек сам должен себя проверить. Обратился он к Богу или нет? Я хожу в церковь, но было ли духовное рождение? Это страшный вопрос, который рано или поздно надо будет проверить. Не просто я привык, хожу и какой день? Ты можешь указать и сейчас. Укажи, какое местописание тебя коснулось. Есть такие слова, которые открывают человеку путь в Царство Небесное, и есть, которые закрывают. Есть, которые открывают ему уста для благовестия, а есть, которые закрывают. Вот Захария. У этого великого пророка, по-русски сказать, Ивана Захаровича, одно слово вышло. Почему я узнаю? Он старт. Он все рассудил правильно. Он нигде не ошибся в речи своей. Но вот одно слово, почему замкнул и уста его на 9 месяцев. В утробе Елисавета формируется тело великого пророка. Натягиваются жилы, косточки одна к другой. И язык образуется. Эмбрион приобретает образ пророка. И он по чаю матери взыграл. Он слышал приветствие Божественное, Духи Святого. А отец молчал. О чем он думал эти 9 месяцев? Это священник Божий, который знал прекрасную историю. И знал, что история дана для того, чтобы мы из нее научились доброму. Вот маленький мальчик, которого посвятила мать. Да и рождение еще. Как говорит Иоанн Златоуст, превозмогла немощь человеческую. То ли я рожу, то ли нет. А она только загадала еще. Если родиться, то отдам его Богу. И родился Самуил. И Бог возвал ему Самуил, Самуил. Он понимает, что это имя известное его наставнику. И Ирия бежит к нему. Богу он не идет. Бог зовет, а он еще бежит к другому. Вот это история православной церкви. Бог говорит, а люди идут. Абва благослови, отец такой благослови. Это наша история. Вы понимаете, сколько тайн в этом. Почему? А слово почему задается Богом. Но не Богу. Богу не надо задавать вопросы. Как следователь говорит, я задаю вопросы здесь. А ты должен отвечать. И он молчал. Неверие закрыло уста его. Православие, великое молчальнице, называют церковь православную, молчит. За что? Ответ один, за неверие. За неверие Слово Божие. Что Иоанн Креститель сделал особенного, больше, чем сделал Иероним Стридовский? Я ничего не нахожу. Но монахи провозгласили его, родоначальника, монахов. Почему? Он в пустыне был. Был неженатый. Питался скудно. Одевался скромно. И это уже все, родоначальник монахов. Здесь не просто обман, а попиющий, злостный обман. Он не был монахом. Мона означает один. Он был в пустыне. Какая же это пустыня-то? Когда иордан течет, люди вокруг толпятся. Мощальники приходят. Такая молва о нем идет. Пришли иерусалимские книжники. Вопрошают. Или пророк. Или Христос. То есть о нем шла далеко молва. В пустыне, в которой сидели, такие как Ануфри, по 70 лет, их никто не знал, где они находятся. Это всеобразно. И он назвал глаз вопиющим в пустыне. Как будто нет у него ни одного члена тела, а весь превратился в голос. Голос вопиющим в пустыне. Какой монах делался голосом вопиющим в пустыне? Какая же это пустыня, когда народ со всех сторон стекался к нему? Речь шла о пустыне духовной. Народ все понимал по-старообрядчески тогда, по-еврейски. Это старец, а тот обряд держали они. Только так. И почему он говорит пророчество? Обратить сердца отцов к детям, а не наоборот. У нас дети должны приходить к отцам. А почему? А тело супились за старое. Они знали, по каким критериям определить, от Бога это или не от Бога. И они решили, что Иоанн Креститель бесноватый. Не ест и не пьет, и бес в нем. Это старая вера. Они все так решают. А дети, то есть это апостолы пришли. Это новая вера, это новая обрядция. Это все образы были для нас. Это великая тайна. Эта тайна созидалась в утробе Лисовета. О ней больше мы ничего не знаем. Но Иоанн назван самым величайшим пророком. Почему? Еще раз говорю. Иоанн Стритонский сделал несравненно больше, чем Креститель. Он перевел Библию на латинский язык до миллиарда людей. Перевозчики Библии сделали несравненно больше, чем Креститель. Но слово, сказанное в Библии, остается в силе. Да, он выше всех пророков, Златоуст говорит, потому что был ближе всех к нему. Если распределить по векам, допустим, Христос, начало, он начальник веры, то от него с минусом идет пророки, которые не до Новой Орды, до, это по шкале. И после, по рождестве Христом, то Иероним Стритонский, Иоанн Златоустович, четвертый век, Иероним Стритонский, там второй, третий, а Иоанн вплотную сидел. Он был родственник, но от него было закрыто, он его не видел, не знал, как он выглядит. И для него Христос был тайным, но был предупрежден, на кого увидишь Духа Сходящего. Признак все-таки был дан. Молчание человека делает неполноценным. И вот эта беда случилась не с одним человеком, а со всей Церкви. Если сегодня столько раз взывали Иоанну Креститель и молить Бога о нас, по тщательному исследованию всего, я нахожу, что молитвы должны быть дополнены. Мы ничего не сделаем, но хотя бы внутри. Иоанн Креститель, умоли Господа Бога, чтобы мы были мужественными. Иоанн Креститель, пошли таких пророков, как ты, которые обличили бы наших мэров, губернаторов, правителей, президентов, фасонов всех. Пошли. Страна разврата. Десятилетние все почти развратные. Девушку трудно найти. А ты от Амайира не обличал. Ты знал, что ничего не поможет. Сейчас говорят, а что я сделаю? Я один плеть, и обухание перешибешь. А разве я на то не знал? Если он был исполнен Духом Святым, разве он не знал, что для него уже плаха готова и топор наточен? Но он шел и обречил. Ты никогда не высчитывай. Тронется местное видение. Главное тебе выполнить волю Божию. Бог сказал, ты повтори, аминь. Да будет воля твоя. Или Самуилу сказал, когда ты услышишь, тебя призывают, говоришь, и тебе, ты ответь так. Говори, Господи, слушай, тарап твой. Все. И тогда отверзутся уста твои. Церковь не слушала, что говорит Господь. А остальные слушают, что говорят пустынники, ауы. И чем дальше в пустыне, тем лучше. Когда в день 50-й сошел Дух Святой, и апостолы заговорили, написано о дивных делах Божьих, то все находящиеся стали спрашивать, кто сие говорящие? А кто сие молчащие? С косичками, с длинными волосами, с одеждой такой грубой. Вот не разбирай. Из волоса верблюжья. Эта одежда очень грубая, но она очень прочная, теплая. А питался чем? Он же не переменял одежду каждый день. Все отелье, моды, одежда, все это в печке бросите. Если молишься Ану Крестителю, то давай, скажи, научи меня жить, как ты живешь просто. По одежде. Сколько же у нас надежек, сколько этих гардеробов, сколько шибанеров. Молим Зиану Крестителю лицемеры. Сколько этих костюмов. Считаешь, 500-700 платьев. Даже такие. Каждый день два раза, чтобы платье было разное. А питался. Да у него калорийная пища-то была. Он питался аквидом. А аквида это род сорончаковых, соронча. Соронча это не растение. Не мелагра. Это относится к летающим, к грижущимся, к животным, к происхождению. И он питался этим. Значит, говорить о его посте, как сегодня монахи, он родоначальник каких постов, это тоже не соответствует действительности. И он что, собирал мед, который был в камнях, обшел, там было очень много. Так что претензии на то, что он является родоначальником монашества, под собой не имеет никакого основания. А даже на плоти. Если бы сегодня поставили всех монахов, которые его имени прикрывались, и его, то его деятельность превзошла бы все монашество за две тысячи лет. Он непрерывно гремел. И в чем же заключалась твоя задача Иоанна? Мы к нему обратимся сегодня в молитву. Дай нам понять, для чего вообще ты пришел. Миссия в чем твоя была? Приготовить путь Господу. Пророк Малахия сказал об этом. Что он говорил Иоанну, не знаю. Писали ученики неведомо. Но книга, если бы была такая, книга Иоанна Крестителя, с каким интересом она сегодня считалась бы? Его слова. Многое пишут сегодня о смерти. Правда, есть тайные смерти. Такой-то летел летчик, писатель, экзотерист, сбили неизвестно где. Погиб космонавт. Не могут понять, какая причина. Здесь главная причина рождения. А причины рождения вообще не указываются. Родился и вся у него указана причина. Народ ушел во тьму. И сегодня апостольское чтение как раз и считалось от тьмы к свету. От тьмы к свету повернуть он пожелал. Ему положено было на сердце. И чтоб голова ничем не была задуманена. Он был назареем Божиим. Это в подлинном смысле. От чрева матери. А назарея ничего спиртного не берет в рот. Исключите все спиртное от себя, если молитесь нелицемерно. Чтобы ни одной бутылки пива, ни брашки, ничего не оставалось. Я непрерывно говорю об этом. Мы будем слишком далеки от Иоанна Крестителя, который был перед Господом. Он миссию свою выполнил. Теоретически. Практически он ничего не сделал. Обратить сердца отцов к детям он не смог. Отцы его. А к этому относятся все служители Ирода. Они положили его на плаху. Эти отцы распяли. Эти члены Синедриона. Это все отцы, отцы. Это священнослужители, первосвященники, отцы, папы. А они распяли нашего Господа Иисуса Христа. Но на практике мы видим семя брошенное и долог плод. Ученики подходили, как Христы говорили, вспоминали. А почему мы так? А вот те ученики много постятся. Он проложил путь. Я буду взят, и тогда и вы будете много поститься. Находится какой-то человек-проповедник, который знал только ту часть миссии, которую Иоанн выполнил и далее не смог передать. И он говорил о смерти Иоанна до крещения. А дальше не знал. Это Аполлоса. Это был такой великий проповедник, что слава его соперничала вполне с апостолом Павлом и с Петром. Значит, плоды Иоанна росли неприметно где-то в народе. Говорят, ну вот ты сказал, ну а кто в это поверил? Да нам не надо это решать. А сколько человек обратилось от тебя? Вопрос такой ставить не надо. Ибо многие, те, которые обращаются, отступают. Сегодняшний день рождения – это уникум в истории церкви. Чтобы церковь праздновала рождение обыкновенного смертного человека. Но в этом заложен глубокий смысл. Мы нуждаемся в рождении пророков. Сегодня вся индустрия работает не о том, как дождаться рожденного пророка. А как будто все роддома превратились в еродов. Разные таблетки, спиральки придумают. Ну и что же, не дать его родиться. Убить его. Потому что один из рожденных, может быть, был бы тот, который решил бы все задачи, вопросы, которые государства не решаются. Это был бы тот, на котором было сказано, что он обратит сердца, заскорузные в грехах, к истине Христовой. Мы-то этого не знаем. В Израиле этого не было. В Израиле страдали от того, что не рождается. Сегодня страдает от того, что рождается. И рождение практически идет только там, где не знают Христа, как у мусульман. А где есть истина? Православие. Здесь все брошено, чтобы не рождались дети. И это все мы найдем вполне в сегодняшнем дне памяти о рождении Иоанна Крестителя. Это чисто языческий сегодня день. Праздник бегает, обливает друг друга. Хотя и в этом можно что-то усмотреть. Обливает. Раз церковь не делает, значит, хотя где-то обольют. В этот день люди должны были бы поздравлять друг друга с рождением великого пророка. Но если день смерти выше дня рождения. Просто так, навскидку, встречного спросить. А что сегодняшний день означает Иоанна Крестителя? Что Крестителя? Облили тебя ребятишки водой? Кто тебя купал? Ну, Иоанн Креститель. Кто-то вспомнит еще. А скажите о смерти Иоанна Крестителя. Кто знает? Что усекновение главы это Иоанна Крестителя. Сегодняшний день как праздничный. Ну, не двунадесятый. А усекновение день специально постный. Обычно церковь отмечает торжественно дни казни. Вот Петра и Павла, это день качины. Кончается пост, и у нас все будет волосно. А у Иоанна Крестителя на Абабу. Его казнили сразу день постный. Это означает в Ветхом Завете. И день рождения его высвечивается, думаю, потому что была великая нужда, чтобы этот пророк, превратившийся в волос, в трубу Божию, умолил Бога и дал Бог нам такие трубы, такие глашатые, которые бы свидетельствовали, что мы все призваны приготовить путь Господу. Прямыми сделать стези ему, не кривыми, не через монастыри, не через крестные ходы, не через причастие к смертным часам, а к сердцам людей. Все остальное это кривизны, они должны выпрямиться. И это уже было заложено там, в нем. Нам кажется, пророк великий Иоанн родился от таких простых родителей. Не думайте так. Пророк Захарий, это был пророк, который большой пророк. Там написано, и он начал пророчествовать. С чего это ради он начал пророчествовать? И о чем? О бедственном положении всего Израиля. О славе, которая придет через Христа. Это Захарий было открыто. Сегодня кому это открыто? Что Иоанн всего лишь подготовительный класс проходил. И сегодня мы этот подготовительный класс вообще не осилим. Вся практика отцов оказывается порочной, если она прямо не приводит ко Христу. Никакие наши голуби, никакие манипуляции, храмы, никакие мироточивые иконы не покажут прямо на Христа. Поэтому изменить молитву, конечно, в храме мы не можем. Но внутри себя, смотря на жизнь этого величайшего из пророков, воздохнем и скажем, пророк, дай плод. Дай земле русской такого пророка, который обратил бы сердца отцов, сердца монаха, священников, патриархов к тебе, Господи. Вывел на прямые стильзи. Мы не пойдем в сектанты, это подхватит. Мне неоднократно задавали вопрос. Вот там какой-то диск, вот тут участвуют такие знаменитые богословы с сектантами. Вы там были бы, вы смогли бы их победить? Я бы ртами раскрыл. Я бы православным поставил палец поперек губ и сказал, молчите и слушайте. Вы еще в первоначальной стадии развития этой проповеди. Молчите и внимайте. Вы утеряли и не подобрали. Была великая надежда, началась перестройка, что будет этот пророческий класс. И сегодня прямо об этом говорят, петрополит. Упустили этот шанс. И сегодня надо горько плакать, что этот шанс, я лично так думаю, он уже никогда за Россией не повторится. Бросились в наживу во что угодно. Стали челноками. А за рубежи сектантство все ринулось сюда. Они, конечно, не явные крестители. Но путь их, их действия очень похожи на них. Они сделали с глазом вопиющего в пустыне, где прямо проповедовали о Христе. И тот глаз, который раздался от сектантов, нам уже не заглушить. Да и делать этого не надо. А только с ними работаем показателем, что Иоанн принадлежал к церкви Христовой и Центрозаветной. Мы должны принадлежать к церкви Христовой и к сектам. Иоанн Креститель. Моли Бога о нас. Чтобы церковь, а не имевшая, как твой отец, заговорила. Чтобы Дух Святой разверзг уста проповедников, миссионеров православных. И чтобы в сердца отцов, за тысячелетия святых, которые дали свои труды, они заговорили бы и обратились к детям, живущим ныне к нам. Аминь. Спасибо.